От пациента на протяжении двух лет из уха выделения гной кровь более интенсивно слева. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 22 лет. Дата исследования 28 марта 2022 года. Область исследования височные кости. При спиральной компьютерной томографии височных костей с последующим построением реформации изображения МПР, костная часть пирамид височных костей нормально развита и симметрично. Пирамиды имеют гладкие непрерывные края кортикального слоя и нормальное тробикулярное строение. Правая височная кость. Просвет наружного слухового прохода не сужен, костные стенки не изменены. Сосцевидный отросток склеротического типа. Примерно на объемы воздухоносные клетки заполнены неоднородным содержимым. По передней стенке сформирована серная пробка размером 4х5 мм. Барабанная полость и антрум субтотально заполнены неоднородным содержимым. Воздушность костного отдела слуховой трупы не нарушена. Ниши окон лабиринта свободны. Слуховые косточки визуализируются. Контур их с эрозиями. Щель наковальни молоточкового сустава прослеживается. Структуры внутреннего уха не изменены. Костный канал водопровода преддверия не расширен. Канал лицового нева расположен обычно. Видимые костные стенки сохранены. Каротидный канал без особенностей. Положение луковицы и юремной ямки не изменено. Нижняя стенка барабанной полости прослеживается. Костных, деструктивных и травматических изменений не определяется. Левая височная кость. Просвет наружного слухового прохода не сужен. Частичного заполнена неоднородным содержимым. Костные стенки не изменены. Сосцевидный отросток склеротического типа. Все воздухоносные клетки с астеридного отростка заполнены неоднородным содержимым. Барабанная полость и тотально заполнены неоднородным содержимым, который распространяется на наружный слуховой проход. Воздушность костного отдела слуховой трубы не нарушена. Ниши окон лабиринта свободны. Слуховые костики визуализируются. Они несколько уменьшены в объеме. Контуры их с эрозиями. Щель наковальни молоточкового сустава не прослеживается. Структуры внутреннего уха не изменены. Костный канал водопровода преддверия не расширен. Канал лицевого нерва расположен обычно. Видимые костные стенки сохранены. Каротидный канал без особенностей. Положение луковицы и еремной ямки не изменено. Нижняя стена барабанкой полости прослеживается. Костных деструктивных и травматических изменений не определяется. Внутренние слуховые проходы симметричны. Широта их не изменена. Придачные пазухи носа. Носовая перегородка С-образная искривлена. Слизистая оболочка нижних носовых раковин гиперплазирована. Минимальный до 2-3 мм отек слизистой оболочки гайморовых пазух. Заключение. КТ-признаки двухстороннего хронического мастеидита. Более выраженного слева. С-образная деформация носовой перегородки. Вазомоторного ринита. Серная пробка справа. Рекомендована консультация лор-врача. 22 марта 2022 года. Доцент кафедры. Кандидат медицинских наук. Котов М.А. Комментарий врача-рентгенолога. У вас признаки выраженного давно существующего двухстороннего мастеидита, среднего отита. Более выраженного слева. Из-за этого и есть постоянные выделения, боли, снижение слуха. Также есть заметное искривление носовой перегородки. Я бы начал лечение с выравнивания перегородки. После ее выравнивания потоки воздуха станут более правильными, и ситуация станет лучше. Вам имеет смысл проконсультироваться с лор-врачом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...